Евросоюз с 12 марта отключает от системы SWIFT 7 российских банков. SWIFT – это бельгийский сервис быстрой передачи сообщений, через который финансовые структуры всего мира обмениваются распоряжениями о переводе денег, подтверждением сделок и другой документацией. Он объединяет более 11 тысяч финансовых организаций в разных странах мира. Россияне уже начали закрывать свои вклады, но эксперты предупреждают, что решение не затронет банковских вкладчиков, поэтому не стоит поддаваться панике. Зарубежные платежные системы, такие как Visa и MasterCard, напрямую от SWIFT не зависят. И отключение от системы SWIFT влияет на платежи и переводы в сфере, скорее, не граждан, а организаций, работающих в сфере расчетов с экспортно-импортными потоками. То есть граждане здесь никак к ним не привязаны. В первую очередь, организации, как клиенты банковские. Во-вторых, все платежи и переводы в России по банковским картам, в том числе Visa и MasterCard, они все равно проходят через внутреннего оператора. Таким образом, даже если Visa и MasterCard примут решение покинуть российский рынок, платежи и переводы и вся платежная дисциплина будут работать в прежнем режиме, то есть штатно. Аналогичные комментарии мы получили от пресс-службы одного из крупнейших самарских банков. Отключение от системы SWIFT никак не отразится на обслуживании клиентов на территории нашей страны. Все операции клиентов внутри России обрабатываются посредством платежной системы Банка России, национальной системы платежных карт и системы передачи финансовых сообщений. Поэтому клиенты продолжат совершать привычные операции по переводу денежных средств и по картам в любых торговых точках. Решение об отключении от SWIFT не меняет текущую ситуацию с осуществлением международных переводов корпоративными клиентами, которым банк оперативно дал и продолжает предоставлять все необходимые актуальные рекомендации по проведению данных платежей. По мнению экспертов, не нужно создавать очереди у банкоматов. Банки пошли на повышение ставок, в том числе и по вкладам. Показатели достигают 20% годовых и выше. Сейчас не нужно бояться открывать новые вклады и размещать средства на рублевых депозитах. Естественно, сейчас не надо бояться открытия новых вкладов, сбережений, размещения в рублевые депозиты. Потому что ставки достаточно высокие, достаточно привлекательные. Они полностью призваны перекрыть обесценивание денег, рост цен на отдельные виды продукции. И действительно, почему бы не открыть новый вклад? А с точки зрения безопасности, действительно, в текущей ситуации, ввиду беспрецедентного санкционного давления, банкам помогает ликвидностью мегарегулятор. Есть определенные послабления в регуляторике банковского рынка, что позволяет банкам, в том числе крупнейшим банкам, пройти этот период с минимальными потерями. По словам эксперта, отключение от SWIFT не оказывает прямого влияния на розничных клиентов. Поэтому не стоит снимать все наличные деньги, чтобы хранить их под подушкой. Потому что в этом случае они действительно обесцениваются. Светлана Кудрявцева, События.